Растения это не грибы, им нужен обязательно свет, строят максимально открытые теплицы. Глубоко под землю в бункер пленка одна из самых прозрачных материалов. 0,91-0,91 и получаем коэффициент цветопрозрачности двух пленок. То есть лучше отопить больше, чем освещать больше. Проходя через все эти камеры, а также углы, то есть он рассеивается, переломляется. Мы теряем примерно 28% светового потока. Добрый день, меня зовут Александр, вы находитесь на канале Экотеплица, компания Экотек. Сегодня я хотел бы поговорить о светопрозрачности накрытия. Поскольку наступила глубокая зима, актуальны два вопроса основных. Это отопление и освещение. Про отопление более детально смотрите по ссылочкам на нашем канале. Уже довольно много роликов сняли. Ну а теперь по освещению, потому что растения это не грибы, им нужен обязательно свет, чтобы они нормально росли. Поскольку в зимний период мы, так сказать, на открытом грунте не можем выращивать, то мы создаем отдельно закрытое помещение. То есть оно должно быть максимально светопрозрачным, чтобы туда попадал свет. И когда меня спрашивают, а есть ли смысл, может вообще уйти куда-то глубоко под землю в бункер, и там только тратиться, так сказать, на освещение и не заморачиваться на отопление. На самом деле не все так просто. Дело в том, что в зимний период, к примеру, освещать светолюбивые растения значительно дороже, чем, к примеру, их отапливать. Потому что если мы хотим создать большой светопоток, то есть там 10-15 тысяч люксов освещенности, так сказать, участка, то потребуется большое количество ламп, это раз, и потребуется большое количество электроэнергии для того, чтобы это все освещать. Ну, к примеру, если вы знаете, да, стандарт освещенности в обычном, так сказать, бытовом помещении где-то 300-500 люксов, да, то есть на точке, где вы смотрите, а нам надо сделать 15, а некоторые требуют и 20 тысяч люксов, то есть почти там в 70-100 раз больше, чем в обычном помещении должно быть яркость. Представьте, сколько надо светительных приборов, чтобы вот создать такую яркость. И если мы создаем светопрозрачную конструкцию с максимальной световой пропускаемостью, то тогда мы можем минимизировать стоимость освещения. Именно поэтому все существующие, так сказать, промышленные предприятия, которые выращивают там на гектарных площадях, то есть они максимально открыты для того, чтобы туда попадало максимум света. То есть лучше отопить больше, чем освещать больше. То есть это как бы фактор номер два. И почему еще, так сказать, надо максимально открываться для света, то есть в теплице, чтобы как только наступает более-менее теплый период, нам уже вообще не нужна досветка, да, то есть освещать в теплице какие-то растения. А если у нас теплица погружена, если у нас она находится там максимально закрыта, то нам надо продолжать досвечивать, продолжать освещать. То есть вот в чем как бы один из нюансов и проблем, когда выращивается на стеллажах, то есть когда делается несколько ярусов. Потому что уже даже в теплый период, когда уже вообще не надо освещать обычные растения, то стеллажи все равно надо досвечивать. Вот, но сейчас вопрос основной, то есть с светопрозрачностью купола. И тут надо достигать максимальной светопрозрачности для тех растений, которым нужно много света. То есть вот если мы хотим выращивать огурцы и томаты, сопутствующие растения, которым нужны довольно большое количество светового потока, то здесь максимальная светопрозрачность накрытия. То есть если мы там выращиваем лук на перо, то тут можно как бы и углубиться в землю, то есть уйти, так сказать, в траншейный тып, оставить только крышу открытую, то есть сделать по технологии термос, чтобы минимизировать теплопотери. Но в целом тенденция такова, что строят максимально открытые теплицы. И тут возникает вопрос светопрозрачности накрытия для теплиц. Сейчас есть основных три материала, да, то есть это у нас стекло, это у нас сотовый поликарбонат, это у нас пленка. Поскольку пленка и поликарбонат довольно-таки сильно вытесняют стекло, потому что имеют ряд преимуществ над стеклом, то более детально поговорим именно под пленку и поликарбонат. Итак, первый основной вариант это пленка, то есть пленка имеет довольно-таки высокую светопрозрачность, и нормальные хорошие бренды, то есть дают порядка 91-93 коэффициент прозрачности пленки. Вот, причем есть такие, что и дают эффект рассеивания, то есть поэтому пленка одна из самых прозрачных материалов, то есть и если мы хотим создать вот накрытие, то используется пленка, она довольно хорошо пропускает свет. Но у пленки, естественно, есть второй показатель, это низкий показатель теплоизоляции, то есть теплопроводность однопослойной пленки для зимы это очень большой минус, поэтому для зимних теплиц используется двойная пленка, и тогда у нас вот эти два показателя 91-93, возьмем 91, он более, мне кажется, правдивый, и чтобы понять, какая светопрозрачность нашей пленки двух слоев, то мы просто-напросто переумножаем, то есть 0,91-0,91 и получаем коэффициент светопрозрачности двух пленок, то есть он стремится где-то 0,83, поэтому светопрозрачность двух пленок всегда ниже, чем показатель, который пишется на светопрозрачности одной пленки, то есть это надо понимать, то есть чем больше у нас слоев, тем сильнее падает светопрозрачность. Мы как-то делали вариант двойная пленка, и еще внутри делалось, получается, из агроволокна закрытие. И в такой теплице выращивались огурцы. Дело в том, что в зимний период, когда практически мало светового дня, да еще мы укрылись тремя, так сказать, слоями, и берем и переумножаем эти три слоя по светопрозрачности, мы получали очень малое количество светового потока в теплице, и реально приходилось все досвечивать. Поэтому, если мы хотим выращивать светолюбивые растения и думаем над тем, чтобы сделать двухслойную, потом трехслойную, потом еще сделать парнички внутри, то каждый слой уменьшает светопрозрачность. И чтобы посчитать правильно светопрозрачность, мы эти все слои по светопрозрачности умножаем. В итоге мы получаем довольно низкий показатель светопрозрачности. Есть растения, которые абсолютно адекватно реагируют на затенение, то есть это та же самая клубника, ей не требуется много света, и в принципе ее довольно часто еще дополнительно укрывают агроволокном. То есть для нее это абсолютно нормально, потому что тут вопрос теплоизоляции встает на первом месте. Поэтому тут уже количество слоев и светопрозрачность имеет значение в зависимости от растений. То есть если мы хотим максимально утеплиться, мы можем использовать большое количество слоев накрытия, и тогда мы теряем в свете. Если мы хотим максимум получить света, тогда нам надо максимально создавать светопрозрачный купол, но при этом, как говорится, не быть в убытке на отопление. Вот. Это показатель на пленке, на поликарбонате та же самая история. То есть у светопрозрачности поликарбонатов 4, 6, 8, 10, это толщина, то есть светопрозрачность примерно одинаковая. То есть там от 0,86 до 0,82, и тут зависит за счет того, что какое расстояние между перегородками в сотах, то есть чем оно шире, то есть и как бы светопрозрачность, к примеру, для поликарбонатов 8-10 мм, чуть больше, чем светопрозрачность для 4 мм. И за счет того, что в восьмерке в десятке меньше перегородок, и свет лучше проходит, чем через поликарбонат 4 мм. У поликарбоната светопрозрачность, то есть 0,82, 0,86, это зависит от самого материала. Дело в том, что сотовый поликарбонат делается из гранул полипропилена, то есть первичного и вторички, то есть добавляется в любом случае. И соотношение этого, а также качество сырья влияет на саму структуру поликарбоната и на саму его светопрозрачность. Ну, есть дорогие бренды, которые там с достоинства себе говорят о том, что у них самая высокая светопрозрачность, но при этом у них как бы и самая дорогая цена. Но в целом, если мы берем, то есть светопрозрачность от двухслойной пленки и поликарбоната, то есть 10 мм, она примерно одинаковая, плюс-минус. Далее, если мы берем поликарбонаты более толстые, к примеру, берем там десятку, которая идет многокамерная, 16-ка, то есть за счет многокамерности, естественно, свет, проходя через все эти камеры, а также углы, то есть он рассеивается, переломляется, ну и частично теряет свою мощность. Поэтому, к примеру, на поликарбонате 16 мм, светопрозрачность его уже 0,72, то есть мы теряем примерно 28% светового потока. С другой стороны, 16-й поликарбонат, это поликарбонат, который довольно-таки хорошо держит тепло. Мы встречались с тем, что теплицу накрывали поликарбонатом 25 мм, то есть исходили из того, что чем толще поликарбонат, то есть это почти как кирпичная кладка теплоизоляции, но при этом прозрачная, как бы очень все классно. Но дело в том, что мы получили очень хорошую теплоизоляцию за счет того, что опустили световой поток в два раза, то есть порядка 52-56% светопрозрачность поликарбоната 25 мм. И в итоге это, естественно, ну как бы сказывается на том, что не все светолюбивые растения в такой теплице можно выращивать, из-за того, что очень малый световой поток. Получается, надо постоянно досвечивать даже тогда, когда в обычных теплицах уже этого не надо. Резюмируя все сказанное, если мы хотим выращивать светолюбивые растения, это те же самые томаты, им достаточно короткого дня светового, но при этом им нужно большое количество люксов. Надо отталкиваться от максимальной светопрозрачности купола накрытия, но не в ущерб теплоизоляции, то есть как бы двухслойная пленка, поликарбонаты 10 мм, то есть это все адекватно работает, на хорошей светопрозрачности. Не стоит сильно зацикливаться на очень толстых и конструкции с высоким показателем теплоизоляции, потому что нам придется потом просто-напросто очень много досвечивать. Не рекомендуется особо погружаться в землю, то есть для светопрозрачных растений, потому что тут мы должны прежде всего максимально получить световой поток естественный, потому что осветить, то есть дать те необходимые дополнительные люксы или фотоактивную радиацию фар, нам придется потратить больше, чем отопить то помещение, которое у нас получилось более открытое. Если же мы выращиваем несветолюбивые растения, которые растут в затенении, то есть которым не надо большой световой поток, там порядка 5-10-15 тысяч люксов, то такие растения можно максимально теплоизолировать, то есть в ущерб при этом световому потоку, но на выходе у нас должно получиться эффективное использование этого всего. Поэтому в тепличном направлении постоянно борются вот эти два момента, то есть теплоизоляция, светопрозрачность. То есть как только мы увеличим теплоизоляцию, падает светопрозрачность. Как только мы стремимся создать более светопрозрачные накрытия, то есть падает теплоизоляция. Для того, чтобы понимать, какая конструкция нужна и какое накрытие, то есть сначала надо понимать, что там надо выращивать. И уже только от этого все пошли дальше этапы, То есть какая конструкция, высота, светопрозрачность, отопление, освещение, вентиляция. То есть это все как бы выстраивается от того, что мы хотим выращивать. С вами был Александр, компания «Экотеплица». Живите в гармонии с природой и в ритме прогресса. До новых встреч!